Всем огромный привет! Сегодня у меня такое небольшое видео будет, так как я наконец-то закончила вот этот мешочек. Теперь это стал мешочком и спешу отчитаться. Я очень рада, что в конце концов сшила эту рукодельную вещичку, потому что я очень долго соображала, если вы помните из моего прошлого видео, где я показывала в рукодельном дневнике, что я хочу сделать косметичку из этой вышивки, вышивки по ткани. И я очень долго соображала, как же мне все-таки пришить молнию. Но так как этот кусочек был один, и он не самый легкий из кусочков, он достаточно толстый, там где идет цветок на обратной стороне, такая махровая часть у этой ткани, то есть тут нужно было помучиться, я долго-долго размышляла, как же мне все-таки пристроить молнию. В итоге, как говорят, если не можешь приклеить, то возьми гвозди и забей. Я забила на эту косметичку и решила, что у меня будет мешочек. И как только я приняла это решение, мешочек у меня сшился за один день. И вот я показываю результат. Мне он очень нравится, я здесь ничего не напортачила, к счастью, потому что швея из меня еще та, я, честно говоря, не умею шить. Ну, если даже признаться откровенно, я терпеть не могу шить, потому что я боюсь запороть какую-то вещь. Но здесь, слава богу, все нормально. То есть все, что я шью, это я дохожу своим умом. Ну, естественно, пользуюсь мастер-классами, которые нахожу, или которыми делятся девчонки, за что вам огромное спасибо. Ну, вот, вы знаете, как приходит мастерство с опытом. Чем больше шьешь, тем ровнее строчки получаются, тем соображаешь уже, что нужно и где, и как пришить. Так что, девочки, не бойтесь шеять. Если вам хочется, то обязательно пробуйте. Этот мешочек у меня получился с такой подкладочкой. Здесь вы видите фоном. Вот ту ткань, которую я использовала, у меня еще осталось, наверное, на одну подкладочку. Просто такая подкладка. Два мешка, один в одном. Для того, чтобы не было видно изнанки. Это идеальный вариант, мне кажется. Я придумала здесь завязку вот таким образом. Хорошо, что я вообще додумалась, что можно так сделать. И как-то сообразила, как это все шьется. И посадила сюда репсовую ленту. На конце репсовой ленты навесила вот эти бусины. Эти бусины подошли. Ну, я бы не сказала, что они идеальный вариант вот для этого мешочка. Мне, конечно, хотелось что-то более интересное. Вот я сейчас покажу, какие у меня были варианты. У меня была вот такая бусина, но мне показалась она очень претенциозной. И тем более она была одна. То есть, как бы с одной стороны. Вначале мне очень понравился этот вариант, но я потом подумала, что все-таки он не особо сочетается. Можно было попробовать что-то стеклянное. Ну, или пластмассовое, прозрачное. Но здесь очень маленькая дырочка для того, чтобы продеть ленту. И лента бы сюда вообще не прошла. Никоим образом. Далее у меня была идея посадить сюда какой-то маячок. Вот такой маячок у меня даже соорудился. И мне кажется, он более-менее в каких-то цветовых сочетаниях. Ну, может быть, единственное, что бирюзовый вместо серого. Но, в принципе, мог бы, наверное, потянуть и маячок. Но как-то я не додумалась, куда его можно прицепить. И поэтому идея тоже отошла. Остался вот такой очень простой мешочек. Что мне пришлось еще доделать? Когда я сшила этот мешочек по шву, обнаружилась такая интересная деталь, что еще кусочек цветка перешел и на изнаночную сторону. Здесь изнаночная сторона очень простая, как видите. Но вот этот кусочек цветочка, парочку лепестков оказались и на изнаночной стороне. Я просто тогда взяла эту нитку Мадейра, которой я и обшивала край лепесточков, и доделала, чтобы получить какой-то единый такой вариант цветка. Ну, в принципе, я этой работой очень довольна. Я вообще довольна, что закончила наконец-то, потому что у меня лежала заготовка прям каким-то тяжелым грузом на сердце. Мне хотелось все-таки ее завершить, но никак не получалось. И вот сегодня, наконец-то, это у меня получилось. Спасибо огромное, что посмотрели мою рукоделку. Заходите еще на мой канал. Всем желаю прекрасного вышивального и рукодельного настроения, конечно же. И до новых встреч. Всем пока.